Мы продолжаем рассказывать вам про новости индустрии. Мелстрой все так же почти каждый день проводит стримы, где по своему обыкновению играет в казино. Однако не всегда это просто трансляция рулетки. Зачастую Андрей активно общается с чатом, где обсуждает много интересных тем, касающихся в том числе и его медийной деятельности. Например, не так давно он весьма интересно вновь высказался про бустера, чем продолжил, казалось бы, утихший конфликт. В этом видео поговорим об этом, а также о том, что Мелстрой сказал про иностранного агента Моргенштерна, про Диди и даже про Эвилона. Не забудем показать и то, что случилось с балансом Мелстроя. Он снова залез в долги. Также обсудим и новости от Оуджи Будды, который уже завтра выпустит свой новый альбом Free Rio 3, а пока что радует аудиторию интересными текстами на английском языке, где вновь задевает обладает и строит планы на свой новый лейбл. Что ж, давайте приступать. Но перед тем, как мы начнем, хочется посоветовать вам крутую вещь. Hustle.rf – это магазин крутых кроссовок и одежды по самым вкусным ценам. В ассортименте более 3000 моделей кроссовок и все в наличии. На сайте только реальные отзывы покупателей магазина, которые можно проверить. Удобное оформление заказа и отзывчивая поддержка профессионально помогут подобрать правильный размер. И самое главное, у ребят есть бесплатная доставка и оплата при получении. Также только для наших подписчиков действует промокод BPM, дающий скидку аж 40%. Заходи на проверенный магазин и убедись сам. Ссылка будет в описании под видео. Ну а мы начинаем. Поехали! Как вы помните, Мелстрой уже довольно давно находится в конфликте с Бустером. Правда, на интервью для вписки Андрей даже говорил, что немного сожалеет об этом Вифе и своем поведении. Например, когда за большой донат предлагал Бустеру послушать трек Моргенштерна с Эля Ви, прямо рядом с Диларой. Впрочем, сожаления Андрея, видимо, не такие уж и серьезные, раз он в том же самом интервью продолжал иронизировать над отношениями Бустера и Дилары. Например, он заявил, что хотел бы влиться в их семью и стать еще одним мужем Дилары. Знаешь, вот я бы хотел, наверное, влиться в семью Дилары и Бустера, и чтобы у Дилары было два мужа. Мы бы, ну, она бы родила бы там, да, там от меня, от Бустера, и мы воспитывали как бы... Близнецов. ...общих детей. С тех пор Мелстрой поменял локацию, и теперь он продолжает стримить, но уже в Черногории. И на прямых эфирах не обходится без запоминания Бустера и всего того, что было между ними. Например, на стримах Андрей говорил вот такое. Бустера, по-моему, пожирнел? Ну да, это великий стример. Конечно. Просто он на Масана Буре. Он там обковался каким-то тестостеронами и в хачалку не ходил, короче, и просто... И Дилара Бургера готовил. Да. Что-то купили с кафетоняшкой? Да. Или вот такое. Да не, у меня накручено... А что это? У меня накручено онлайн. Бустер же сказал, что у меня три зрителя нахуй. Бустер так сказал? Да, и его подписчики... А кто такой Бустер? И его подписчики иногда заходят и говорят... Погоди, кто такой Бустер, я не знаю. Это в бывшем стриме РКСГО. В бывшем? Ну, типа он раньше стримал КСГО. Ну, такое какое-то чё. А сейчас что он делает? Я за п***ю лежу так охотиться. Какие-то люди нахуй непонятны. Бустер, Бустер. Для меня Бустер это чел, который нечестно, ну, как бы, играет. Нечестно... Который, б***ь, который... Ну, который с высокого ранга берёт маленькие рамки. Который берёт маленькие аккаунты и б***ь, и накачивает их до глобала. Напомним, что Бустер действительно говорил про то, что у Мелстроя накрученный онлайн. Кстати, стример рассказал об этом на вписке. А само это высказывание относилось к рекордному онлайну на прямом эфире Андрея и Алишера. Ты не завидуешь таким цифрам? Ну, это не настоящая цифра. Я знаю. Откуда ты знаешь? Просто есть люди у меня, которые, условно, там, стримят на Твиче, а потом заходят на Кик, и у них онлайн, типа, один зритель, как девять на Кике делается. То есть реальные цифры были там на уровне ста тысяч? Я думаю, тысяч двести там реально было. И на новых стримах Мелстрой продолжал иронизировать над этим. Как бы доказывая, что словам Бустера тоже верить нельзя. Почему я сейчас мёртвый? Ну, потому что накрученный зритель. Я вам всем объясняю. У меня нахуй 10 зрителей, блядь. Я просто взял, накрутил зрителей, и казики мне платят по 70 тысяч долларов, по 60. И они в это верят, как лохи, блядь. И всё. Рецепт прост. Можешь так же сделать. Позови 10 друзей на... Позови... Позови в Дискорде 10 друзей на свой стрим, чтобы 10 реальных было зрителей. И остальных 30к накрути, нахуй. И сразу про Сификсу каждый день 50 тысяч долларов. Всё. Рецепт простой, кстати, миллионером. Ботов, пи***ь. Вообще не нахуй зрители. Также, как вы знаете, частенько на стримах Мелстроя происходят самые настоящие тусовки, на которых присутствует огромное число друзей стримера, алкоголь и множество девушек. И, понятное дело, в чате у Андрея не могло не появиться вопроса про сходство этих вечеринок с теми, которые когда-то организовывал Диди. Тем более, что эта тема была самой горячей всю прошедшую неделю. И вот как звучит комментарий Андрея. Ты видел ситуацию с Диди и какие-то вечеринки были? А, 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 у тебя же такие же вечеринки были? Хм, б***ь. Да они у нас были адекватные нормальные вечеринки. Ну, б***ь. Типа нормальные вечеринки. Также Мелстрой продолжает рассуждать про совместный стрим с Моргенштерном, который как будто бы всё ещё может состояться. По крайней мере, вот какой вариант высказал Андрей. Просто если бы Морген бы, б***ь, ты п*** был бы. Как раз бы ту легендарную рыбалку могли бы еб***ть. Прикиньте, например, прикол. Если бы Морген смог бы там реально на неделю вырваться, мы бы там первые 3-4 дня обычных стримов бы провели. Ну, ладно. Разб***ть стрим. Самый главный был бы, вот, самый главный, это был бы первый стрим. Потом уже были бы такие обычные лайтовые стримы. Потом все бы начали уже разъезжаться, все бы начали уезжать. И там бы, например, я бы там с Моргеном бы остался. Взяли бы какие-нибудь удочки. Взяли бы, или какой-нибудь мини-яхтку бы взяли. На ней бы поплыли бы рыбалку. И рыбалка стрим бы еб***ла. Славили бы рыбу на... Пожарили бы её. Прямо там на мангале, на лодке. Ну и тот же самый стрим на яхте упоминался и в этом отрывке, где Монстрой рассуждает про Эвелона. Эвелон говорил, что... Есть одна очень огромная проблема. Что получается, он едет не к Ван Вину на работу, а к Монструю в гости. И что это типа эта яхта, там, не Ван Вина, а Монстрой. И он с этого удивился. А я это не понял вообще. В смысле? Я не знаю, может быть, с Ван Вином мы не так поговорили, но это же фактически моя тусовка. Это всё моё вообще, яхта и так далее. Ван Вин просто дали аванс, но при этом то, что там я сделаю взамен им, это очевидно, ну... Это просто... Это просто... Это просто бизнес и всё. Они же не дарят мне н***енькие деньги. Для них проблема то, что... Они едут... И там типа... Не будет всем рулить Ван Вин. Ван Вин это просто спонсорно. Отметим, что эти высказывания были сделаны Андреем на разных стримах, где тематика всё равно оставалась прежней. Он играл в казино. Где-то выигрывал, но часто и проигрывал весьма серьёзные суммы денег. Не так давно мы рассказывали вам, что с большого выигрыша Андрей раздал почти все долги. Оказалось, что это ненадолго, ведь на последнем стриме Молстрой вновь начал занимать десятки тысяч долларов у своих зрителей и выглядел при этом не очень хорошо. Что ж, будем следить за развитием событий. А то есть тематика делала 20 лет. Короче, если хотите, давайте возьму. Сейчас долг 500 тысяч. А, ну, что, 80. И другие чушат вообще с самыми маленькими, наверное. Просто, пускай, модерн, ссылка на скейн, чушат эти. Артистка устала курить, шутит над Херанвотером, и его девушкой. Дело в том, что Херанвотер похвастался тем, что уже год не курит. Также в канале его девушки появился подобный пост. А вот как исполнительница устала курить, коротко высказалась об этом в своём телеграм-канале. Цитата. Херанвотер со своей девушкой год уже не курят. Вывод. Устали курить. Сегодня у артистки выходит альбом. По некоторой информации, на релизе есть второй фит с Херанвотером. Что ж, будем ждать. Уджи Будда залил куплет на английском в сторис. Не аудио, а текстом. Скриншотом из блокнота. В нём он пишет, что стал бы всемирно известным, если бы читал на английском. Называют свой стиль смесью Янг Тага и Бразильца. Также сообщает о планах превратить своё объединение в аналог Овио Раша. Напомним, что Овио Саунд, лейбл Дрейка, а Будду часто сравнивают именно с Дризи. Также Гриша сравнивает свой забег с Праймом Лилуэйна и само собой посвящает строчку «Опу обладает». Напомним, что альбом Free Rio 3 выходит уже 11 октября. Вышел клип на трек Гонфлада и Кейкбоя до Донпа. Эта песня открывает альбом Фладалити. В видео Гонфлада и Кейкбой устраивают хаос в супермаркете, разбрасывают продукты, разбивают арбуз, ходят по транспортерной ленте на кассе и сбивают с ног охрану. Режиссер клипа Михаил Пунга, снимавший для Федука, Мэйби Бэйби, Васю, Клавы Коки, Сюзанны и других. А на сегодня у нас все. Какая новость впечатлила вас больше всего? Пишите свое мнение в комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!